по высоте все отлично сегодня мы приехали в гости к нашему нашей надежде александр осипу а саня в этом сезоне успел выступить на сибири на чем на федорусе и в ад был турнир привет саня я присутствовал на же сибири и видел состояние саша в котором он добрался до турнира знаю не понаслышке что в таком состоянии выступать крайне тяжело и это стоит огромных душевных сил я проникся к нему уважением как к настоящему спортсмену и что это не спортсмен который написал себе в профиле что он чемпион таким является поэтому мне интересно с ним пообщаться задать ему вопросы и думаю что эти вопросы будут интересны также его как твоя подготовка проходила для начала скажи кто тебя готовил к этому сезону Денис Капустин снял с января месяца начали сушиться с 2 января я к нему обратился и сразу на сушку но набирали сам получается и целенаправленно на сибирь готовились на сибирь и на чемпионат страны Беларуси Денис мой друг мы с ним знакомы уже очень и очень давно один сезон и готовился с ним предполагаю что это было нелегко потому что зная походы Дениса в отношении кардио и к количеству хозинга то смею предположить что еды было совсем немного немного но были вот эти дни у него белково углеводное чередование то есть чередуется много углеводов и мало углеводов его любимая тема чередование у меня наверное самая легкая сушка получилось по состоянию наоборот то есть какие сложности были в ходе подготовки я слышал что у тебя была травма получается первые два месяца вообще отлично было мне все летало приседом 300 килограмм 305 лучше это будет билдер который готовился на соревнования и делал приседания 300 килограмм в то время когда говорят что качки слабые и используют легкие веса на сушке но на самом деле вот это моя любимая тема когда стараешься использовать максимально возможные веса они позволяют удержать много места ну и мне денис писал схемы такие они силовые в основном силовые не не сильно объемные чисто силовуха так получается за четыре недели до сценария меня получилась травма икроножная дернул связку на чем я даже не понял на чем я после тренировки домой еду и чувствую не могу встать со скамейки на остановке но и на следующий день такая огромная короче 21 день я на больничном был в зал на такси ездил не трава ноги но только это лего и вот как раз к соревнованиям она вот более мере восстановилась я мог ее прижимать уже на то есть что вы понимали спортсмен на сцене демонстрируют свою мускулатуру и когда что-то воспалено или надорвано ты не можешь в полной мере включать мышцы так как нужно ты не можешь пол заставить как следует ты не можешь натренировывать нужное количество времени который ты находишься под нагрузкой и это порой такое тяжелая психологически тяжелый психологический фактор которые из-за дня в день сидит в твоей голове это понимаешь что ты не можешь на все сто процентов выкладываться и здесь нужно быть сильно ментальным человеком чтобы это тебя не прибило а все равно на этом фоне продолжать работать потом я знаю когда ты летел на сибирь чтобы были проблемы с пищеварением ты до сих пор разобрался что это вообще был отравлением это больше похоже на ротовирус потому что но вот по всем симптомам начало плохить вот именно перед посадкой на самолёт москвы в красноярске вот прямо в аэропорту и вот сейчас сериал конец который на сибирь у него по прилету такая же фигня 1 в 1 то же самое раньше когда большинство спортсменов сливались с убиранием соли полным убиранием соли я понимаю если ты работал с денисом значит отделалась управе у людей были вот эти похожие симптомы когда рвало поносы их часто увязывали с убиранием соли но так вот и не убирал значит вероятно действительно то что какой-то был фактор из нее загрузки на углеводные еще не начинал то есть я еще чисто все там рис потому что начав есть углеводы мог спровоцировать повторение плохого состояния я видел сашу на сцене я видел сашу на регистрации в себе я понимал что в пиковой форме не будет но я дал должное его силе воли что в таком состоянии заставить себя выйти на сцену почему я часто акцентирую внимание на силе воли потому что меньше всего хочется когда тебе плохо ты испытываешь сильный дискомфорт еще быть на сцене напрягать мышцы этого не хочется вообще никогда не не всегда хочешь это ты себя более-менее в порядке чувствую ощущаешь а когда с тобой что-то не так то то порой мысли такие вообще ну его нафиг саня может работать со своим мозгом со своим сознанием и то что он себе сказал том и сделал поэтому я видел что это не было его пиковой формы формы он был плосковатый я отметил то что на ногу в принципе неплохой а это последствия предыдущих работ то есть то что ты раньше на их наработал то она есть ну то есть то что качество все равно было сделано не было сделано из-за условий нужной загрузки которую позволил нас и мы с моей девушкой смотрели на на саню говорили блин молодец типа что на подобные способны единицы и вот глядя вот на это я наслаждался тем что блин сильный человек стоит на сцене глядя на большинство культуристов видя их объемы зачастую ты не видишь силы ты видишь у просто человека который наел ну более-менее высушил а вот то что по человека первым что это действительно сильный человек это нечастое явление а мы наслаждались тем что видели что перед нами стоит сильный спортсмен и это было приятно хочется пожелать тебе хороших подготовок без всяких проблем чтобы твой очередной сезон принес тебе те достижения которые ты сильно запланируешь и я рад что вернувшись после армии ты сохранил вот этот запал бодибилдингу вот вот это отлично потому что наконец-таки белорусском бодибилдинге прибавилось еще одним одним настоящий спортсмен я рад спасибо